Зона развлечений для взрослых и детей. Накануне в Спасдеменске открыли обновленный парк. Гостей ожидало немало сюрпризов. Новый объект появился благодаря участию в федеральной программе «Парки малых городов». На обновленной территории разместились площадки для игры в бадминтон, баскетбол и волейбол. Здесь установили тренажеры и создали большую зону развлечений для детей. Анна Тетерина подробнее. Шум и веселье в самом центре Спасдеменска теперь не стихают. Некогда заброшенная парковая зона вновь стала местом для игр и прогулок. А еще здесь появилась сцена для концертов. Гимнов унисон. Местные жители присоединились к общероссийскому флешмобу. Сразу два события послужили поводом для народных гуляний. День России и долгожданное открытие парка. В честь главного праздника страны представители муниципальной власти вручили двум семьям сертификаты на покупку квартир. Сертификат почти на миллион рублей. Я думаю, что эта семья создаст нормальные жилищные условия и будет работать для процветания Спасдеменского района. Семья Гайденко уже долгое время живет в Спасдеменске. Говорят, что несказанно счастливы стать участниками столь радостных событий. В новом парке юные Анна, Дарья и Максим сразу же нашли себе развлечение по душе. Облюбовали вот эти зеленые фигурки животных. Теперь это еще и популярная фотозона для местных жителей и гостей. Очень рады, что есть такое место, где можно в городе нашем отдохнуть всей семьей и заниматься спортом. Поставили тренажеры отличные. Можно будет развивать детей. Будем ходить как можно чаще. В прежние годы эта территория была излюбленной зоной отдыха местных жителей, но со временем она пришла в негодность, нуждалась в благоустройстве. Новый парк в Спасдеменске появился благодаря участию в программе парки малых городов. Карусели, качели и батуты. Дети в восторге от новых игровых комплексов и аттракционов. Занятия по душе найдут себе и взрослые. Бадминтон, баскетбол и волейбол. Мы сделали за два месяца эту работу. У нас проект мы сами выбрали, сами придумали, будем говорить своими умельцами. И вот силами организации наших мы сделали вот этот парк. Это первая очередь парка. Дальше будем продолжать работу. Проект по благоустройству территории рассчитан на два этапа. И перспективы местных жителей не могут не радовать. На этом пустыре уже через пару месяцев появятся площадки для пляжного футбола и волейбола. Расширят и зону отдыха для детей. В центре парка установят фонтан. Открытие второй очереди проекта приурочат к дню города, который состоится в августе. Анна Тетерина, Евгений Малев, Вести, Калуга, Спасдеменский район.